Добрый день, уважаемые пользователи программных продуктов 1С. Меня зовут Митницкая Наталья и сегодня мы с вами рассмотрим какие же новые коды появились в платежных документах в программных продуктах 1С. В данном видео будет посвящен вопрос настройки кода вида доходов платежных документов конфигурации бухгалтерии 8 редакция 3. Начиная с 1 июля 2020 года организации, а также индивидуальные предприниматели, которые выплачивают своим работникам зарплату через банк, обязаны указать данные коды в платежных документах в 1С. Коды следует указывать для тех доходов, с которым не удерживается по исполнительным документам, а также с тех, сумма удержания с которых ограничена. В указаниях Банка России номер 5286У можно ознакомиться с данными кодами, с их значениями, расшифровками и пояснениями, а также как они заполняются. В том случае, если из зарплаты сотрудника осуществлялись удержания по исполнительным листам, то в расчетных документах такие операции также необходимо фиксировать. Необходимо все это для того, чтобы банку было понятно, с какой суммы производить расчет взыскания. В программе 1С Бухгалтерия 8 уже имеется возможность указания таких кодов и никаких действий по доработке программы 1С осуществлять не требуется. Переходим в раздел «Зарплата и кадры» и далее выбираем пункт «Ведомости в банк». Открываем документ и в шапке должно быть новое поле «Вид дохода». Если данного поля нет, то необходимо выполнить обновление конфигурации до актуального релиза. Помимо данного поля в шапке добавлена колонка «Взысканно» в табличной части документа. Вот этот столбец. Данная колонка предназначена для отражения сумм по исполнительным листам. При создании «Ведомости» программа будет автоматически подставлять в поле «Вид дохода», «Заработная плата» и иные доходы с ограничением взыскания. В этом случае документ заполнится всеми выплатами, которые полагаются сотрудникам без разделения вида дохода. В том случае, если есть начисления по другим видам, то их следует оформлять отдельно, другой ведомостью. Также следует обратить внимание, что с 1 июля 2020 года нет возможности отражать документы без указания вида дохода. Также из нововведений это наличие нового формата кодировки файла зарплатного проекта. Перейдем в раздел «Зарплата и кадры» и выберем пункт «Зарплатные проекты». Справочники и настройки «Зарплатные проекты». Сниму данную организацию. И здесь в поле «Формат файла» «Формат файла» доступен новый формат «Версия 3.6». Выгружаем XML в файле данного формата. Будет указан вид дохода и значения из колонки «Взысканно». Произошли изменения и в платежных документах. Откроем документ «Платежное поручение». Панк «Касса», «Платежные поручения». Откроем «Платежное поручение» и в правой части формы появилось поле удержания по исполнительному листу. Только здесь если выбрать перечисление заработной платы работнику. Вот удержание по исполнительному листу. В поле для выбора доступны три варианта. Разрешено с ограничениями по сумме, запрещено и запрещено с оговорками для элементов. Коды доходов необходимо будет указывать только для тех поручений, дата которых начинается с 1 июля 2020 года. А у меня на этом все по всем изменениям, по кодам видов. Если у вас будут вопросы, оставляйте комментарии под этим видео. А я вам всем желаю хорошего дня!